В последнее время из-за того, что зимы стали теплыми, множество перелетных птиц остаются зимовать в Гродно. В этом году ударили настоящие крещенские морозы и многие пернатые, отвыкшие от таких низких температур, пострадали. Этой зимой Гродненский зоопарк приютил немало нуждающихся в помощи. Сильные морозы стали прямой угрозой жизни для многих видов как перелетных птиц, так и исконно белорусских зверей. Начиная с маленьких зайчиков, хотя вот даже этой зимой к нам даже снегири попадали, которые нуждались, хотя кажется птичка устойчивая к холоду. Но да, были такие случаи, что к нам два снегиря попало в этом году, которые нуждались в помощи. Но они уже благополучно выпущены. А так хищных птиц много, конюки попадают. Вот с нашей девочкой лебедя произошел случай, что она вообще вмерзла в лед. То есть у нее было помимо того, что и истощение, и переохлаждение, еще и обморожение было нижних конечностей. А предыстория такова. Пара молодых лебедей решила остаться на зимовку в Гродно. И когда ударили морозы, вода стала покрываться коркой льда, птицы не смогли улететь. И подобный случай не единичный. Подтверждены четыре сигнала об оказании помощи птицам, попавшим в местное положение. Конкретно это был водоем в окрестностях улицы Карского. Это была спасательная станция. И река Неман вблизи поселка Береговой. Всем птицам была оказана своевременная помощь. И кому-то было оказано просто на месте. Кто-то был взят для передержки. Вот эти два данных особи, это были взяты для передержки с тем, что у них были, скажем так, довольно серьезные повреждения. С января птицы находились на карантине и содержались на сухой подстилке, лишенной возможности плавать. И этой весной их решили вернуть в естественную среду обитания. Но не все прошло гладко. Сородичи встретили птиц не слишком дружелюбно. И молодых лебедей было решено с озера Юбилейного перевезти к реке Неман. Субтитры создавал DimaTorzok